Христианские миссионеры, такие как евреи за Иисуса, заявляют, что Иисус – еврейский мессия. Почему же иудаизм отвергает это утверждение вот уже две тысячи лет? Концепция мессии заложена в нашей еврейской Библии, в Танахе, которая ясно определяет следующие критерии, которые должны быть полностью выполнены, прежде чем евреи признают любого человека мессией. Первое. Когда мессия воцарится и станет царем Израиля, еврейский народ вернется из двухтысячелетнего изгнания и соберется в Израиле, в нашей земле. Иисус же не был царем Израиля, и евреи пока еще не все вернулись в нашу землю, обетованную, в Израиль. Второе. Святой Иерусалимский храм будет восстановлен. А, кстати, храм еще стоял при жизни Иисуса. Он был разрушен через 38 лет после его распятия и пока еще не восстановлен. Третье. Будет мир во всем мире, всеобщее разоружение, полный конец войне. Но что мы видим? Что с приходом христианства войны в мире неимоверно усилились, а некоторые даже во имя Иисуса. Четвертое. Мессия воцарится, когда все евреи вернутся к Торе и будут соблюдать божественные заповеди. К сожалению, сегодня далеко не все евреи соблюдают заповеди Торы. Пятое. Когда Мессия будет царствовать, все народы мира признают и будут служить только одному, истинному Богу, Богу Авраама, Ицхака и Якова. Это также пока еще не произошло, и мы ждем осуществления этого. Шестое. Мессия должен иметь происхождение из колена Иуды и быть прямым потомком царя Давида и царя Соломона. Генеалогия в Библии передается только от отца к сыну. Не существует свидетельств того, что у Иисуса была такая родословная. И христианская Библия утверждает, что у него не было биологического отца во плоти, из колена Иуды, потомка Давида и Соломона. Все эти критерии о еврейском Мессии можно найти в разных местах еврейской Библии. Одно такое основополагающее описание мы находим в книге пророка Езекииля, глава 37, стих 24 до 28. «А раб мой, Давид, будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему, Якову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой, Давид, будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиль, когда святилище мое будет среди них вовеки». Любой может заявить, что Он Мессия, или группа людей могут сказать о ком-то, что Он Мессия, но если такой человек не соответствует всем критериям о Мессии из еврейской Библии, то он не может быть Мессией. Согласно христианским источникам, Иисус понимал это. Во время распятия римлянами Он скричал, «Бог мой, Бог мой, почему ты оставил Меня?» Чтобы объяснить несоответствие Иисуса пророчествам еврейской Библии о Мессии, миссионеры заявляют, что Он исполнит все пророчества, когда вернется в будущее. Важно понять, что идея второго пришествия — это фактическое признание того, что Иисус не осуществил критерии Мессии. И эта рационализация неудачи Иисуса не дает нам причин верить в Его мессианство. В еврейской Библии не существует мессианского плана в рассрочку, где Мессия приходит, терпит неудачу, потом возвращается через несколько тысяч лет, чтобы закончить свою миссию. Миссионеры утверждают, что Иисус — Мессия, потому что Он творил чудеса. Но у нас нет свидетельств о том, что Он действительно делал чудеса. И даже более важно понять то, что даже если Иисус и творил чудеса, это не делает Его мессией. Наша Библия не указывает на то, что мы распознаем Мессию по Его чудесам. Тора учит нас, что даже лжепророки способны творить сверхъестественные чудеса. Мы, евреи, предпочитаем дождаться исполнения обещанных Богом пророчеств и критериев. Еврейская Библия ясно и последовательно описывает, каким будет мир при Мессии. И очевидно, что это еще не произошло. И мы все ждем прихода настоящего Мессии, да придет Он и истинно утопический мир в скорости. Если вы хотите узнать больше о еврейском Мессии, зайдите на наш сайт www.jewsforjudaism.ca или наш канал на YouTube Jews for Judaism Canada. Спасибо за внимание. Шалом. И да благословит вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok